Друзья, всем привет! Меня зовут Роман Никитин и сегодня я хотел бы разобрать с вами тему Зачем нам считать фудкост? Вообще в целом вопрос, наверное, такой очень простой и понятный Фудкост необходимо считать, я думаю, что даже новички в бизнесе это знают На нем строится практически все и независимо от того, кофейня у вас очень маленькая какой-нибудь ларечек с собой или большой-большой ресторан Фудкост считать просто необходимо всем Почему? Спросите вы и довольно понятно я отвечу Он помогает нам считать с вами рентабельность блюда и в целом всего меню Как он рассчитывается? На самом деле все довольно просто Себестоимость продуктов делится на сумму выручки и умножается на 100% Хороший фудкост для кофейни, я скажу, по нашему опыту примерно 30-35% Для фастфуда, например, это чуть-чуть повыше, это 36-37% Ну а для винного бара, если брать наши примеры, то это примерно 30-33% Что произойдет, если не контролировать фудкост? Наверное, вы прекрасно это понимаете, вы в целом перестаньте зарабатывать деньги Также это приведет к плохой работе с поставщиками, которых, например, вы вовремя не заменили И пришли к тому, что то или иное блюдо вообще в целом вам уже не рентабельно Вам продавать его абсолютно невыгодно И в худшем случае вы вообще, например, продаете его себе в минус Именно поэтому этому вопросу, вопросу фудкоста в ресторанной индустрии И опять же, я скажу, что даже в самых маленьких кофейнях, а это тоже ресторанная индустрия Уделяется такое громадное значение Именно от него в большей степени зависят показатели прибыли вашего предприятия Но самое главное, что фудкостом не просто можно управлять, а нужно управлять Если вы хороший управленец, то вы должны за ним всегда следить Это напрямую влияет на успешность вашего заведения, на прибыльность вашего заведения И я скажу больше, что хороший специалист, хороший управленец и хорошая команда Это те люди, которые хорошо умеют работать с фудкостом Это первое значение, которое вам всегда надо контролировать К примеру, в наших сетях, в наших кофейнях и закусочных и ресторанах Я ищу профессионала, который может заниматься именно фудкостом Тот человек, который хорошо оперирует цифрами и хорошо работает с поставщиками, с контрагентами и так далее Финальный фудкост мы отображаем в ABC анализе, который подготавливаем в конце месяца По его результатам мы принимаем те или иные решения, к примеру, заменить где-то курицу Может быть она вообще стала нерентабельной, нам слишком дорогая в том или ином блюде Или может быть нам нужен новый какой-то поставщик той же самой курицы или чего бы то ни было другого Особенно, наверное, сейчас, в последнее время этот вопрос очень остро стоит И фудкост, держать руку на пальце фудкоста, это первая необходимость Как же нам добиться снижения фудкоста? Конечно, надо постоянно контролировать качество продуктов, которые к вам поступают И анализировать других поставщиков, постоянно смотреть рынок Может быть у кого-то появилось что-то новое, может быть какой-то игрок новый появился Может быть у кого-то увеличились сроки доставки, а может быть они у кого-то уменьшились Все эти вопросы так или иначе влияют на него Также мы всегда проводим в нашей компании, во всех наших проектах без исключения минимизацию списаний Это включает в себя и порчу, и питание сотрудников, и разное воровство, и отходы При обработке каких-то продуктов и подготовке их к финальному выходу Ну, в общем, практически все Также контроль за складскими остатками важен еще потому, чтобы не было на вашем складе перезатарки Это тоже очень важная история Из-за такой вот перезатарки фудкост у вас может просто взлететь до небес Из-за того, что вы затарились впрок А бывает так, что перезатарились и какие-то продукты списываются А какие-то потом приходят в непригодность Например, вы меняете блюда, от чего-то отказываетесь В общем-то, перезатарка это очень страшная штука, которую допускать точно нельзя И опять же, из-за нее фудкост может улететь в небеса Фудкост, в первую очередь, конечно же, должен контролировать управляющий Если у вас даже маленькая кофейня бывает так, что там есть управляющий или большой ресторан То я бы в целом его зарплату привязывал к позициям, к показателям фудкоста То есть определить те значения, которые вам окей, по которым вы проходите и зарабатываете И чтобы его задача была всегда держать фудкост в этих рамках И если бы он, например, выпадывал за рамки, у него бы это сказывалось на зарплате, на мотивации Такой подход очень хорошо стимулирует управляющего и вам дает гарантию того, что вы зарабатываете деньги Сегодня я решил коротко пройтись по этому вопросу Он часто звучал в комментариях и он часто звучит очень в личных сообщениях Поэтому я рад на него ответить Если у вас есть какие-то еще вопросы, пожалуйста, пишите их внизу в комментариях Не забывайте лайк, подписку и увидимся на разборе следующих вопросов